Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами торжественно почитаем великий праздник Вознесения Господа и Бога и Спаса нашего Господа Христа на небо. Вознесся и сила славя Христе Божий наш, радость и твори учеников своим обетованием Святого Духа, извещенными и высшим благовестием. Таковы слова мы с вами сегодня слышали, слова и старопаря этому празднику. Это событие, которое произошло в сороковой день после славного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И в течение этих сорока дней Господь неоднократно являлся своим учеником, напоминал им учение свое, напоминал им пророческие предсказания о нем и говорил о том, что скоро ему предстоит вознестись и быть вместе с Богом, Отцом на небе и там пребывает во втором и страшном пришествии Христа. Вот сам факт Вознесения Спасителя. Нам рассказывается в нескольких Евангелиях, Евангелиях в частности от Луки, которые мы с вами сегодня слышали. Это последняя глава Евангелия от Луки, когда Господь явился ученикам своим и вместе с ними разделял пищу, напоминал свое учение и в конце они вместе вышли из Вифании на гору Елеонскую. Когда они поднялись на эту гору Елеонскую, то Христос покрылся в облаке и покрываясь в этом облаке, Он как бы преподавал свое благословение всем оставшимся здесь на земле. И ученики Его в великой радости покинули это место и пребывали в Иерусалиме до ожидания Дня Святой Пятидесятницы. Если мы с вами обратили внимание, то этот же апостол Лука, который написал деяния святых апостолов, мы их сегодня с вами тоже слышали. Первая глава, первое зачало Евангелия от Луки заканчивается Вознесением Господним, а деяние святых апостолов начинается именно с Вознесения Господни, повествует уже о земной жизни, апостолов, о земной жизни учеников Христа. И начинается оно именно с этого, говорится о том, что было приславлено Вознесение на Господа, и в течение сорока дней, как я уже сказал, Господь являлся и наставлял учеников своих, и вот когда они собрались на горе Елеонской, то облако покрыло Его, Господь вознесся на небо, вознесся на небо душою и телом, соединился в себе Бога и человека, Бога-человека, и наша плоть была вознесена на небо через плоть Господа нашего Иисуса Христа и пребывает там до сегодняшнего дня. И вот когда Господь возносился на небо, то, как говорится нам в книге деяния, ангелы Господни, два ангела явились ученикам Христа и воспитывали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите в односящиеся Господа, он также вернется к вам таким же образом, как и теперь вознесся на небо или вошел на небо. И вот эти слова вдохновили учеников, и, конечно же, по своей, может быть, немощи, а может быть, частичные непонимания, они думали, что это произойдет через день, через два, через треть, но проходили дни, недели, явилась, уже нам прошла Святая Пятидесятница, и Дух Святой сошел на учеников, они все ждали и ждали этого дня. Но забыли только об одном, что один день у Господа как тысячи лет, и тысячи лет как один день, и знаменатель то, что Господь, возносясь на небо, благословил нас всех здесь, оставшихся на земле, и это благословение пребывает с нами до сегодняшнего дня и говорит нам о том, что Господь, как написано в Деяниях, в любой момент времени может прийти таким же образом, как Он и вознесся на небо. Но вместе с тем, такое ожидание Спасителя не было напрасным, поскольку многие ученики приняли мученическую кончину, и вот там уже, перейдя грань жизни, они, конечно, встретились со Христом и увидели второе славное пришествие и пребывают с ними до сегодняшнего дня. И мы все с вами, живущие на земле, дождемся, мы не дождемся этого момента пришествия Господня в мир второго страшного пришествия. Но когда мы с вами переступим порог всей жизни и перейдем здесь вечно, вот тогда и состоится наша встреча Господа, вознощащимся и благословящий нас на всякое дело и на всякое время, о чем поискует сегодня Священное Писание. Это первый праздник, дорогие братья и сестры, после праздника Пасхи Господня, который, как никакой другой праздник, отмечался 40 дней, ровно столько, сколько был пост, и в течение 40 дней мы с вами услышали радостные посла и воззвания и песнопения. Теперь вот этот промежуток с Вознесения до праздника Святой Троицы, исторически было так, что все ученики были собраны и обсуждали все те события, которые произошли, и, конечно же, молились и постились, и ждали обетования Святого Духа или сошествия Святого Духа, который Господь им обещал, и который состоялся на 50-й день по Святой Троице, иначе говоря, следующий воскресный день, это будет 50-й день со дня воскресения Господня. И они дождались этого события, мы с вами вот в эти промежуточные дни тоже будем ждать этого великого праздника, великого события, и будем непрестанно вспоминать о том, что Господь, возносясь на небо, всех нас благословил, и это благословение пребывает с нами во все дни до скончания века. Аминь. На предстающейся единице оставшиеся дни богослужения будут совершаться по расписанию. Следующий воскресный день, накануне с еночным дня, раннее и позднее, в обычное время, в 7 и 10 часов утра, в следующий воскресный день. Храни вас всех Господь, с праздником! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok